В эфире телеканал РБК Уфа. Главное за неделю мы расскажем вам о самых важных событиях, прошедших 7 дней в контексте экономики и о том, что изменит республику в ближайшей перспективе. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Размывая границы, сокращая расстояние. Делегация Башкортостана побывала с официальным визитом в Белоруссию. Есть задача нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов вместо нынешних 285 миллионов. Машины строителей создадут производство на основе кооперации, а строители будут перенимать опыт проектирования башкирских ковид-госпиталей. Репортаж Равиля Ватолина. Чем опасен омикрон и куда денется дельта? Греческий алфавит прочно входит в жизнь людей из-за распространения коронавируса. Из-за нового штамма усиливают правила въезда в Башкортостан. Число заболевших все меньше, но есть опасения новой волны пандемии. Ведут ли обязательные QR-коды на транспорте? Мнение президента в специальной рубрике моей коллеги Мариам Башкировой. Тысячи коров и сотни тысяч кур под нож. Выдержит ли республика эпидемии другого порядка? Вирусы домашних животных. Из-за птичьего гриппа без пернатых на полгода останутся жители Благоварского района. А вот животноводы Баймака получат компенсации в общей сумме 60 миллионов рублей. Как это отразится на оборотах АПК в материале Гузель Айбаевой? Губернаторов назовут главами и разрешат избираться больше двух раз. Но только если на то дадут добро местные депутаты. В Уфе обсудили реформу региональной власти на Всероссийском юридическом форуме. Правоведы с именем считают, что реализация новой конституции должна происходить быстрее. И достижение ассоциаций юристов России. И обо всем этом в программе «Главное за неделю». Итак, начнем выпуск с главного события недели. Визита делегации регионов в Белоруссию во главе с Радием Хабировым. Часть союзного с Россией государства четвертая в списке крупнейших импортеров и экспортеров Башкортостана. 280 миллионов долларов достиг товарооборот с Белоруссией. Но этого мало согласились участники делегации президент страны Александр Лукашенко. Наращивать эту цифру собираются за счет взаимодействия в производстве не сырьевых и не энергетических товаров. Машин, комплектующих для них, а также химических веществ высокого передела, например, продукции БСК. Ну и, конечно, не обойдется без обмена лучшими практиками. Башкортостану интересен проект национальной библиотеки, а вот в Белоруссии наш опыт строительства инфекционных госпиталей. А во всем подробнее расскажет Равиль Ватолин. Легендарные машины с колесами выше человеческого роста. Мировой рекордсмен, занесенный в книгу Гиннесса. Сейчас этот самосвал, по сути, незаменим на российских шахтах. В Башкортостане его использует Уральско-горно-менталлургическая компания при работе на карьерах Училинского и Хайбульнского районов. После введения санкций в отношении Беларуси БелАЗ лишился поставщиков важных комплектующих из стран Европы. Теперь компания формирует пул новых из России, и предприятия Башкортостана могли бы предложить свою продукцию. Электродвигатели, механическая часть, коробки. То есть по этому вопросу можно разговаривать. Уже технические специалисты, они быстрее разберутся. А вот компания «Амкадор» – один из лидеров по выпуску сельхоз и коммунальной техники на пространстве СНГ. Машиностроительный гигант уже имеет три завода в России, но для расширения рынков сбыток готов рассмотреть возможность создать новый завод на Урале. Местом для его локализации мог бы стать Башкортостан, отметили руководители региона. При этом республика может предоставить инвестору весь спектр поддержки. Борочных производств, конечно, мы там создавать не планируем. У нас сегодня реализуются два проекта в Российской Федерации – в Брянске и в Петрозаводске. Соответственно, по производству машин дорожно-строительного направления и машин лесопромышленного комплекса. Но взаимные кооперационные поставки мы не исключаем. И это предмет для сегодняшних переговоров – найти варианты сотрудничества поставки из Башкортостана для нужд наших предприятий. Дискуссия о более тесной экономической интеграции продолжилась и на встрече делегации с премьер-министром Белоруссии и президентом. Александр Лукашенко поблагодарил Радия Хабирова за визит и отметил потенциала для наращивания товарооборота между Белоруссией и Башкортостаном. Много. Наша главная задача, очевидно, вполне решаема – как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот. Те показатели, которые мы имели. За 9 месяцев, вот я получил данные, 21-го года, товарооборот составил 280 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом сократился на 16%. Хоть мы и имеем около 6% прироста нашего экспорта в регион, все равно около 60 миллионов долларов сальдо отрицательное. Поэтому нам есть над чем работать. Конечно, пандемия и связанные с этим экономические последствия немножко ударили по товарообороту. Поэтому президент предложил, что нам действительно нужно вернуться к допандемийным показателям нашего товарооборота. Он очень высокий на самом деле. Для Башкортостана товарооборот с Белоруссией – это на четвертом месте в целом со всеми странами мира находится. Поэтому, тем не менее, совершенно точно есть потенциал. Есть взаимные интересы в отношении опыта капитального строительства. Белорусы преуспели в возведении домокомплектов ИЖС, и башкирские застройщики могли бы закупать быстро возводимые домокомплекты в Братской Республике. А вот что касается ковид-госпиталей, то тут пальма первенства у Башкортостана. Для изучения нашего опыта во время проведения международной недели бизнеса в республику прибудут белорусские инженеры. Белорусская сторона говорит, что у них есть технология быстрого, качественного, недорогого строительства малоэтажного жилья. Что, в общем, важно, потому что мы сейчас идем с хорошим результатом в этом году по строительству жилья в нашей республике. Но при этом традиционно больше половины – это ИЖС, индивидуальное жилье. И как раз если в этот сектор дать хорошие дешевые материалы и компетенции, и такие домокомплекты, то, наверное, это бы способствовало еще большему и росту. И просто нашим жителям было бы удобнее, когда они закупают уже хороший, качественный домокомплект. На встрече башкирских и белорусских властей ключевой стала также тема восстановления авиаперевозок между Уфой и Минском. В середине октября Белавиа приостановила полеты в Уфу по коммерческим причинам. Мы в сторону договорились к 1 апреля восстановить эти рейсы и довести их с двух нынешних, которые стоят в расписании аэропорта Уфы, до четырех. И вот такой шаг, уверены белорусские и башкирские власти, будет способствовать скорейшему восстановлению бизнес-контактов двух республик. Подготовка к 450-летию Уфы требует от властей региона внедрения новых компетенций. Например, Евразийская библиотека могла бы быть спроектирована по образцу Национальной библиотеки Беларуси. Здесь хранится более 20 миллионов образцов книг и рукописей, поиск и доставка которых занимает считанные минуты за счет наличия системы автоматической книгодоставки с помощью роботов. Достаточно легко переносимый проект. Свои особенности есть в технических характеристиках здания. Если мы говорим, что это стекло, которое периодически требует особого внимания. Культурная программа не ограничилась только посещением библиотеки. Ради Хабиров и Андрей Назаров возложили цветы к монументу Победы в Минске и посетили мемориальный комплекс Хатынь. Также глава республики вручил орден дружбы народов уроженцу Башкортостана, государственному деятелю Беларуси Уралу Латыпову, который родился в селе Катаево Бакалинского района. В разные годы он работал помощником президента республики Беларусь, возглавлял его администрацию, был заместителем премьер-министра, министром иностранных дел, государственным секретарем Совета безопасности страны. Для меня это большая честь получить награду родного Башкортостана. Ваш визит, такой насыщенный и продуманность такой программы, это, конечно, даст результат обязательно. Успехов вам во всех начинаниях. Также Ради Хабиров встретился и с представителями татаро-башкирской диаспоры, проживающей в Беларуси. Республика, по словам главы, готова помогать соотечественникам в сохранении родных языков, обеспечивая их учебниками, а также наращивать темпы интеграции, чтобы по обе стороны границы и башкиры, и белорусы чувствовали себя как дома. Равиль Ватолин, Дмитрий Аксаев, РБК Уфа, Беларусь. В аэропорту Уфы усилили антиковидные меры из-за нового штамма Omicron. Так в республику ограничили въезд граждан из нескольких африканских страны Гонконга. По требованию федерального антиковидного оперштаба пассажирам, прибывшим из Южноафриканской республики Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании и ряда других стран, необходимо пройти экспресс-тестирование. Его будут бесплатно проводить Центр гигиены и эпидемиологии. Отмечу, что также сдать обязательный тест на коронавирус в аэропорту прибытия необходимо пассажирам из Китая, Израиля и Великобритании. Отмечу, что мутированный вирус был выявлен в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Но вот, по словам экспертов, заразиться могут уже переболевшие вакцинированные. Пока полного спектра исследований в отношении нового штамма еще не провели, но есть предположения о том, что этот вирус переносится легче, чем все предыдущие варианты. Учитывая тот факт, что смертности и количество случаев тяжелого течения болезни в Южноафриканской республике не обнаружено. Подробные ситуации с пандемией коронавируса в России и Башкортостане расскажет моя коллега Мариам Башкирова. Мариам, тебе слово. Приветствую, Максим. На этой неделе случилось то, чего мы все так опасались. Штамм омикрон попал и в нашу страну. У двоих граждан России, прилетевших из ЮАР, обнаружен этот штамм. Чувствуют они себя хорошо. Специалисты из центра Гамалей взяли у них мазки и уже собрали конструкцию вакцины против нового штамма. При этом, отметил Александр Гинсбург, оснований менять вакцину пока нет. Трудно судить и о том, как омикрон противостоит иммунной системе организма. Хотя шведские и немецкие ученые уже дают предварительные результаты исследований. Прививка в меньшей степени защищает от омикрона, чем от дельты. Но отказываться от вакцины никто не собирается. Особенно ее необходимо ускорить в период новогодних выходных, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Несмотря на январские выходные, важно продолжать вакцинацию. Готовиться к этому надо уже сейчас, чтобы в праздничное время у людей была возможность сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасных последствий болезни. Сейчас первый компонент прививки от коронавируса сделали уже почти 2 миллиона 100 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию более 1 миллиона 800 тысяч или 72 процента от необходимого числа граждан. При всем при этом эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Да, больницы вновь возвращаются к привычному ритму работы по лечению пациентов с другими заболеваниями. Однако случаев заражения все еще много. За сутки коронавирус обнаружили у 580 человек. Таким образом, с начала пандемии в Башкортостане заболели 112 тысяч жителей и не справились с болезнью почти 4 тысячи. Снижение за предыдущую неделю составило всего 2,9 процента. Напомню, что недели раньше это было минус 8,3 процента. То есть мы наблюдаем замедление темпов снижения. И при этом, если говорить о субъектовом разрезе, то по итогам 48 недели рост отмечен уже в 11 субъектах. Отсутствие значимой динамики в 17 и снижение заболеваемости продолжается в 57 субъектах. Продолжаются дискуссии вокруг возможного введения QR-кодов на транспорте, в автобусах, поездах и самолетах. И Владимир Путин, проводя совещание Совета по правам человека, отметил, что перед принятием так называемого закона о QR-кодах необходимо сделать четкий прогноз, к чему такие решения могут привести. Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Я согласен с вами в том, что мы перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. Чтобы уменьшить темпы заражения в регионе, вновь усилили антиковидные меры. Глава региона Ради Хабиров внес поправки в указы о режиме повышенной готовности. Впредь предприятия, которые работают в местах массового скопления людей, а также водители общественного транспорта, должны будут контролировать соблюдение масочного режима и отказывать в обслуживании тем, кто игнорирует эти требования. Автобусы и помещения будут дезинфицировать не менее двух раз в день. Тем временем, несмотря на отступление четвертой волны пандемии, расслабляться рано, как бессмысленно отказываться от единственной и пока что самой надежной защиты – вакцинации. На этом у меня все. Максим, тебе слово. Да, спасибо, Мариам. Я напомню, что с рубрикой «Волна коронавируса» была моя коллега Мариам Башкирова. Я сразу после выпуска программы «Главное за неделю» смотрите эксклюзивный фильм «Мариам. Ковид-времени». Тем временем в Башкортостане в школах могут на неделю продлить зимние каникулы, но только при ухудшении эпид-обстановки. При этом нового локдауна в республике на Новый год не ожидается, отмечают Минздраве. Напомню, ранее власть региона продляли. На неделю осенние каникулы врачи подтвердили эффективность этой меры. Мы уже имели опыт, когда у нас первая-вторая волна, когда у нас школьники учились очно. Так ведь они были источниками инфекции заражения родителей и бабушек и дедушек. И вот как раз, когда осенью у нас были как раз вот эти каникулы, школьники были актуальны каникулы, они оказались достаточно эффективными меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Мы получили эффект, то есть у нас уменьшилось количество заболеваний. Напомню, с начала пандемии коронавирусом заболело почти 110 тысяч жителей региона. Выздоровели 99 тысяч жертвами COVID-19, при этом стали почти 4 тысячи человек. Выручка крупных и средних предприятий Башкортостана выросла почти на четверть. За 9 месяцев года ее объем составил 2,5 триллиона рублей. Такие данные опубликовала на неделе аналитическая служба Финэкспертиза. Эксперты отмечают, что на рост оборота предприятий повлияли два фактора. Восстановление экономики после пандемии, а также инфляция. В прошлом году выручка компаний составляла 2 триллиона рублей. И даже инфляция, которая в этом году ожидается на уровне 8 или чуть более процентов, не может существенно повлиять на этот рост. Конечно, объективную оценку деятельности предприятий или экономики региона только по одному показателю сделать достаточно сложно. Нужно знать, какие расходы понесли предприятия за тот же период и, соответственно, каким образом сформировалась прибыль предприятия или его добавленная стоимость. Но, тем не менее, в данном случае важна динамика. А динамика положительная. В целом, по стране рост выручки компании оказался максимальным за последние 16 лет, отмечают эксперты. Крупные и средние предприятия России за первые три квартала выручили 144 триллиона рублей, что на 33,5% больше, чем годом ранее. Самый большой рост отмечался в Ненецком автономном округе 88,5% в годовом выражении, Якутии, Оренбургской области, а также Санкт-Петербурге 51%. Наименьший рост выручки демонстрируют компании Карачаева-Черкесии. И здесь обороты выросли лишь на 2%. От 15 до 20% может достичь падение оборота сельского хозяйства Башкортостана из-за эпидемии домашних животных. Едва локализовали распространение птичьего гриппа в Благоварском районе, где пришлось уничтожить 110 тысяч пернатых, так возникла новая напасть. Узелковый дерматит коров в Заурале, Баймакском районе и пригороде Сибая. Ветеринары спешно отправляют в печь крематория зараженных буренок, а власти подсчитывают убытки и компенсацию, которая положена владельцам животных. Ущерб от болезни оценили в 60 миллионов рублей. Репортаж Гузыля Идбаевой. В этой кадре напоминает фильм ужасов, но все происходит наявом. Вспышка опасного для животных узелкового дерматита отправила в печь 1700 коров, овец и кос. Люди лишились кормильцев и источника заработка, ведь многие выращивали скот для продажи молока и мяса. У Радия Бикеева из деревни Первая Туркменева было 17 коров. По его словам, все они заразились опасной инфекцией. Для фермера это стало большой потерей. Только вот этим и живем, ведь на деревне. А что, больше нечем. Шел мясо, торгуем молоко. Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в селе Первое Туркменево. На днях глава региона расширил действие режима. Еще и на деревне Второе Туркменево и деревне Туяляс. Воз и вывоз домашних животных строго запрещен, как и комбикорма. Проверяют каждую машину. Первоочередные меры это что значит? Во-первых, это выставление ветеринарно-санитарных постов на объездах-выездах с населенного пункта. Ограничение проезда, соответственно, чтобы не было посторонних лиц. Чтобы не было вывоза продукции животноводства. То есть это и мясо, молоко, вот такие вот вещи. Затем также мы сразу же были предприняты меры по дезинфекции общественных пространств. То есть это посыпание песка с хлорной известью. Во всех населенных пунктах сейчас проводится дезинфекция личных подсобных хозяйств. По словам специалистов, если не обрабатывать коровники и не уничтожить скот, болезнь будет распространяться в округе в геометрической прогрессии. Действительно это опасное вирусное заболевание. Но как и любой вирус, как и, например, коронавирус, это все может меняться там, мутирует вирус. И всегда происходит опасность, естественно, для человека. Здесь заболевает вот крупный расход действительно. Вот сегодня поражение идет как бы по дворам. Крупное село, да, здесь и крупный расход, количество, скажем, немаленькое. Поэтому принимаем мы все меры, чтобы остановить распространение данной болезни. Параллельно с дезинфекцией началась вакцинация здоровых животных. Всего в 11 поселках и деревнях Баймахского района и города Сибай планируют привить около 15 тысяч голов крупного и 15 тысяч голов мелкого рогатого скота в зависимости от угрозы распространения инфекции. Эти очаги тоже точечно ликвидированы. Дезинфекция там проведена. Ведется ежедневный мониторинг близлежащих населенных пунктов. В принципе, сегодня уже практически больше недели, как мы начали вакцинацию. То есть начинает формироваться иммунитет. И вот уже пятые сутки не поступают новых сообщений о выявлении клинических признаков. То есть мы можем уже начинать говорить о том, что вакцина начинает работать и иммунитет у животных начинает сформироваться. Одна из версий распространения болезни – завезенная корма. Из-за засухи их пришлось закупать на стороне. И петрасследование позволит выяснить, откуда и как пришла болезнь. На сегодняшний день жители села Первое Туркменево получили в помощь продуктовые наборы. По предварительным данным администрации района будет возмещен ущерб в размере 60 миллионов рублей. Более трех часов мы общались с жителями. Вообще не принимали участие администрации Баймакского района, управление ветеринарией. И более 150 жителей непосредственно Туркменево. Их, естественно, в первую очередь вопрос волнует по компенсации, по которой мы тоже доложили, что будем отрабатывать так, чтобы успеть до Нового года этот вопрос закрыть. На логичной ситуации, только уже связанной с домашней птицей, случилась в Благоварском районе, куда пришла другая напасть – высокопатогенный птичий гриб. В племптицезаводе Благоварский и нескольких фермерских и сотнях личных подсобных хозяйствах пришлось изъять и уничтожить более 110 тысяч пернатых. Гарантий на предприятие будет длиться полгода. После этой вспышки власти республики приняли решение регулярно прививать всю домашнюю птицу в регионе, чтобы предотвратить подобное. Люди получат компенсации. Мы сегодня работаем по правилам, поэтому как бы жестко не было, но мы должны реагировать при появлении очага. Мы купируем и ликвидируем всех животных, необходимо вокруг 3 или 5 километров. Да, у нас появляются определенные животные, мы сжигаем, но при этом изъятых животных, как у личных подсобных хозяйств, у фермеров, у сельхозпредприятий, мы будем возвращать за счет бюджета. Вместе с засухой, которая привела к снижению сбора урожая почти наполовину, эпидемии птичевого гриппа и узелкового дерматита больно ударили по отрасли. Рынок, по данным Минэкономразвития республики, упал на 15-20%. Еще больше страдает репутация одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. Но любая потеря, считают власти и агрария, будет уроком на будущее. В Башкортостане впредь будет пересмотрена система вакцинации домашних животных и правила их транспортировки. Гузель Айдбаева, Сергей Щекотуров, РБК УФА. В России наименование должности всех руководителей субъектов планируют сделать одинаковыми. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. Авторы инициативы предлагают вместо уже существующих наименований президент, губернатор, принять единый вариант – глава. Кроме этого, региональным депутатам запретят привлекаться к рассмотрению законопроектов на временной основе. Также планируется в два раза до 15 дней сократить срок передачи в регионы проектов закона. Столько же времени планируется давать для внесения поправок. Мы фактически сделали свод полномочий субъектов Российской Федерации по совместному видению. Совместное видение – это Конституция, где есть возможность регулировать и Россию, и субъекты. Вот мы урегулировали этот вопрос. У нас 170 полномочий, которые закреплены в этом законе, которые обеспечены финансами, которые, безусловно, связаны с кадрами, связаны с правами граждан. Все эти вопросы обсудили на общероссийском юридическом форуме в Уфе. По словам премьер-министра Андрея Назарова, главная задача – найти баланс между интересами государства, гражданина и бизнеса. В связи с этим необходимо отвечать сразу на несколько вызовов, в том числе борьбу с коррупцией, преодоление последствий пандемии. В республике в каждом пятом законопроекте были выявлены избыточные требования. Таким образом, по оценке регулирующего воздействия, республика занимает одно из лидирующих мест среди субъектов России. В законотворчестве участвуют и члены Ассоциаций юристов России. Ассоциация юристов России, Башкортостанское отделение традиционно является одним из самых сильных в Российской Федерации. Ну и, в общем-то, практически первое место всегда занимает. И по активности, и, конечно, по количеству местных отделений. Каждый год еще добавляется. В этом году 7 отделений открыли местных, а так уже, по-моему, 51. Так вот до недавнего времени, вот я называл сегодня 49. В общем, практически скоро во всех муниципалитетах будет местное отделение. Напомню, российский юридический форум проходит в Башкортостане уже в седьмой раз. Традиционно он собирает лучших региональных и федеральных экспертов в области юриспруденции. И в заключении выпуска транспортная тема. До 15 декабря с дорог Уфы уберут все пазики в рамках программы развития общественного транспорта. Об этом сообщил начальник управления администрации Уфа Олег Хмарин в ходе оперативного совещания в мэрии. Еще в начале октября по маршрутам Уфы курсировало 235 автобусов марки ПАС. К сегодняшнему дню их количество снизилось до 150. Сейчас частные перевозчики активно заменяют эту модель на другие. Напомню, ранее в столице республики сократилось число автобусов на 272 маршруте. Причиной стало несоответствие разрешительной документации частного перевозчика на регулярные рейсы. Позже он остановил движение на маршруте, не согласовав с мэрией города. Остановка движения подтверждается актами обследования, которые мы провели по выявлению актов при остановке движения на маршруте. Чтобы не допустить у нас перебоев движения и затруднений в перемещении жителей по направлению Уфимский док-телецентр, принято решение об усилении работы 290 маршрута, на котором работает ГУБАШ «Автотранс». Данный маршрут следует аналогично направлению 272 маршрута, на котором было приостановлено движение. На 290 маршруте мы увеличили количество автобусов большого и среднего класса до 45 единиц. Отмечу, что планы городской администрации увеличить долю горожан, передвигающихся на общественном транспорте, с 50 до 70%. Для достижения цели власти наверно разработать новую маршрутную сеть, модернизировать трамвайное сообщение, обновить парк транспорта. Так, в ближайшее время ожидается поступление 50 автобусов большого и сверхбольшого класса марки «ЛиАЗ». На этом наш выпуск подошел к концу. Такими мы увидели основные деловые события недели. Еще больше новостей на нашем сайте rbctv.ru. Смотрите наши телеканалы, помните, новостей много, но главное на РБК. Всего доброго.